В ТСР Чусовой может появиться еще один резидент. Новым участником планирует стать российско-турецкая компания. Темп ввода жилья в Прикаме падает. Статистику по регионам по итогам трех кварталов подвел Росстат. Четыре компании Прикаме потеряли позиции в российском ТОП-400. Центр-эксперт назвал лидеров по объему реализованной продукции. Новости на РБК Первым. В студии Станислав Загайнов. Здравствуйте. Еще одним резидентом ТСР Чусовой может стать совместное российско-турецкое предприятие по производству пневмоподушек для автопрома. Собственники уже приобрели помещение, рассказал телеканал РБК глава Чусовского района Сергей Белов. Речь о новом предприятии Фабио Рус, которое учредил предпринимателей Чусового, пояснил руководитель района производства пневмоподушек, развернутое в ТСР, станет импортозамещающим, так как на сегодня в стране используются импортные аналоги. В случае признания нового предприятия резидентом ТСР объем инвестиций в производство может составить более четверти миллиарда рублей. Учредители предполагают выпускать около 400 видов пневмоподушек уже на первом этапе в планах организовать на производстве до полусотни новых рабочих мест. По словам Сергея Белова, большая половина вложений – собственные средства инвесторов. Сейчас район и краевой Минпромторг помогают компании получить займы в фонде развития многородов и региональном фонде развития промышленности. Объем необходимых средств пока не уточняется. На сегодняшний день он купил у Чехово-Металлогического завода большое здание и там на сегодняшний день проводит ремонт. Следующий этап – это с турецкими партнерами заключение договора на поставку оборудования. Турецкие партнеры у нас уже были в Часовом, проводили переговоры. Сейчас резидентами ТСР Часовой являются два предприятия – это Часовской завод по восстановлению труб и производитель щебня – компания «Белый камень». Соответствующий статус могут получить предприятия, создающие рабочие места в моногороде. Он дает бизнесу возможность получать налоговые льготы и снижать страховые расходы. В краевой администрации отмечают, что резидентами территории опережающего развития в 2018 могут стать пять компаний. Общий объем инвестиций по этим проектам оценивается в полтора миллиарда рублей. По итогам девяти месяцев Пермский край стал восьмым регионом в Приволжском федеральном округе по объемам введения в эксплуатацию общей площади жилых помещений. Статистику подвел Росстат. По итогам трех кварталов реками сдано более полумиллиона квадратных метров жилья. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года темп ввода упал на 9%. Первое место в округе занимает Татарстан. Объем сдачи более 1 миллиона 700 тысяч квадратных метров. На втором месте Башкирия почти 1 миллион 600 тысяч. На третьей позиции Самарская область с результатом более 900 тысяч квадратных метров жилья. У нее, помимо всего прочего, зафиксирована самая большая положительная динамика показателя за год. Худший показатель в республике Мордовии. На предпоследнем месте Кировская область. Там же самая плохая динамика ввода по сравнению с прошлым годом в Приволжском федеральном округе. Четыре прикамских предприятия попали в число крупнейших российских компаний. По объему реализованной в 2016 году продукции ТОП-400 опубликовал аналитический центр «Эксперт». В группе лидеров изменений за год не произошло. С первого по шестое места расположились «Газпром», «Лукойл», «Роснефть», «Сбербанк», «РЖД» и группа ВТБ. Но вот все компании с регистрацией в Пермском крае по сравнению с 2015-м опустились в списки. Группа «Уралкали» потеряла 22 строчки, при этом показав отрицательную динамику прироста почти 20%. На 11 позиций отступила группа компаний «Метафракс», также с минусовой динамикой по объему реализованной продукции. «Перминергосбыт» и «Артелеком» потеряли 3,4 строчки соответственно. При этом у телекомоператора объем реализации вырос более чем на четверть. По оценкам аналитиков «Центроэксперт», совокупная выручка 400 крупнейшей компаний России по итогам 2016 года составила почти 65,5 трлн рублей. Это на 6,5% больше доходов 2015-го. Чистый финансовый результат сектора увеличился почти на 28%. Даже с поправкой на инфляцию показатель превысил уровень докризисного 2013-го. А число компаний из списка, показавших отрицательную чистую прибыль, уменьшилось за год с 85 до 60. Пермская компания нефтяного машиностроения презентует свой комплекс телеметрии в Казахстане в середине ноября. Это один из результатов поездки предприятия на отраслевую выставку в Алма-Ату. Потенциальными интересантами продукции «Пермяков» станут казахские компании, которые занимаются сопровождением бурения скважин. Также сообщается, что руководители трубного направления пермского предприятия встретились с представителями компаний «Тенгиз Шевройл», «Казмунай Газ» и обсудили возможности сотрудничества. Пермская компания нефтяного машиностроения принимает участие в отраслевой выставке уже третий раз. По оценке экспертов, это главное событие в нефтегазовой индустрии Казахстана. Ежегодно оно собирает более 350 компаний из 25 стран мира и свыше 4000 специалистов. Этот рынок для пермской компании достаточно перспективный. За первые полугодия 2017-го, как уже ранее сообщала РБК, серьезный прирост производства обеспечила реализация скважинных штанговых насосов в Казахстане. Показатель вырос на 9%. Эти и другие новости на нашем сайте Пермарбисеру. Следующий выпуск новостей уже через час. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова